Итак, друзья, всем привет! Историческое событие. Попугай Рики сейчас будет выбирать впервые победителя матча. Я решил сделать так. У нас не будет ремиски, чтобы не было ничьи. Здесь будет только две команды. То есть, если выбирать Лирпуль, то это говорит о том, что он считает, что Лирпуль выиграет или не проиграет. Если выбирает Эртен, то, соответственно, Эртен выиграет или не проиграет. Почему не три? Потому что так бы получилось, что одна была бы по центру и тогда было бы не совсем честно. А так, две одинаковые миски с одинаковыми ингредиентами на одинаковом расстоянии от него. Ну что, тогда я приглашаю попугая и поехали. Теперь он, собственно, может уже идти и выбирать. Ну, давай, 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 давай. Подошел он к Эвертену в итоге. То есть, ты считаешь, что Эртен не проиграет в этой игре? Слушай, ты так, мне кажется, потопишь этот канал. Ставь лайк прогнозу Рики. Я думаю, что такой смелый прогноз заслуживает лайка. Тем более, что он прекрасно понимает, чем рискует. Ведь если прогноз не зайдет, то на следующий день и после матча он останется без еды. Тем более, что моя ставка как раз таки противоположная. Я думаю, что Ливерпуль здесь победит. И порекомендую вам взять как минимум фору минус один на Ливерпуль за коэффициент 1.72. Либо же даже рискнуть взять фору минус полтора за 2.28. Почему я лично не порекомендовал сразу фору минус полтора? Лишь по двум причинам. Это Каутинью и Салах. Непонятно, примут ли они участие в этом матче. Пока что они под вопросом находятся. Но я надеюсь, что если по крайней мере Салах сыграет, то даже фору минус полтора пройдет. Объясню почему. Вообще Ливерпуль в хорошей форме находится. Мне нравится, как они играют. Да, Берли они одержали победу на последних минутах. Но Берли достаточно серьезный соперник. Неуступчивый. В этой зоне играет хорошо. Плюс, опять же, не играл ни Каутинью, ни Салах. До этого же Ливерпуль также одерживал победу. Победили 2-1 Лестер. Вроде бы счет минимальный, но создали огромное количество моментов. И могли взбивать на самом деле больше. Также до этого были и другие победы. Победили как раз таки с разгромным счетом Сонси 5-0. Бормут в гостях 4-0. Сразу же победили. С Арсеналом сыграли 3-3. Притом, что вели по ходу матча. В общем, Ливерпуль в принципе команда веселая. Но форму они набрали неплохую. Что касается Эртон, то Эртон после удачного отрезка. Их игра уже, можно так сказать, пошла на спад. И это уже постепенно конвертируется и в результат. Если, к примеру, матч против Челси, против Весбромича. Они выставили, сыграли 0-0. Притом, показав посредственную игру. И Челси и Весбромич должны были забивать свои многочисленные моменты. То вот уже матч против Бормута в гостях. 1-2 уступили. Который, в свою очередь, как раз Ливерпуль 4-0 победил. Проиграли Манчестеру Найтед 0-2 в предыдущем туре. И да, до этого они сыграли с Ливерпулем 1-1. И здесь тоже стоит отметить, что Ливерпуль доминировал. Играл лучше, создал моменты. Но в итоге Эртон смог сравнять счеты. И тем самым в этом матче у Ливерпуля будет больше мотивации. Это дерби. И поэтому Ливерпуль будет идти вперед. Даже после забитого мяча. И вообще в личных встречах, несмотря на последний ничью, до этого Ливерпуль играл против Эртона уверенно. И Эртона всегда чувствовался такой синдром. Ливерпуля. 3-1, 1-0, 4-0. Вот так завершались личные встречи. Последние в пользу Ливерпуля. Поэтому такая ставка. Лучше перестрахуйтесь. Возьмите форум минус 1 за 1.72. Но если узнаете, что Салах и Каутинио смогут принять участие в этой встрече, пока что информации такой нету, то можете даже рискнуть и все-таки взять форум минус полтора. Подписывайся на канал. Жми лайк этому видео. Колокольчик, чтобы не пропустить следующие прогнозы с попугаем. И, конечно, приходи в мои соцсети. Паблик ВКонтакте, Инстаграм. И, конечно, Телеграм. Там можно забрать дополненные прогнозы, которые не выявляются тут. Успехов тебе. Увидимся в следующих видео.